Моё экспертное мнение Видимость статуса КВО Потому что ни одна из сторон Все стороны, вернее Включая, кстати, и Россию Исчерпали свои политические И другие ресурсы Которые привели для стабилизации ситуации Но в том положении, в каком оно сейчас есть Значит, все будут ожидать развития Даже, я бы сказал, дрейфа политики Заинтересованных великих региональных держав Это Россия и Турция И участников конфликта Это Азербайджан и Армения Тем более, что Сейчас в повестке дня И Азербайджана, и Армении Это не столько там, скажем Большое Какая-то большая, так сказать Война Или там, скажем Резкое обострение конфликта Сколько желания Это самое Решить свои внутренние проблемы Значит Ну, понятно там У Азербайджана они там Менее проявлены В Армении там, сказать Более проявлены Это там смена вектора Внешнеполитической ориентации Там с Россией на Францию И так далее Но это я повторяю Мое личное мнение Вот Можно также Сделать вывод Что Ни в коем случае Нельзя Считать, что В развитии этого конфликта Заинтересована И Турция И НАТО И Турция как бы еще все остается Членом НАТО Поэтому там Есть определенные проблемы Ни ЕС Ни даже США Тем более Россия Там категорически Не хочет у своих границ Иметь там Скажем В смысле В Армении С которой у нас Кстати Стратегический договор Об обороне О военной безопасности Чтобы Конфликт этот Разгорался Вопрос Несколько в другом Сейчас Конечно Начнется Война нервов Все время Будут появляться Сообщения Что кто-то Где-то стрелял Кто-то Чего-то там Применил Кто-то Чего-то там Скажем Не соблюл Или даже Напал там И так далее И так далее Но извините Я вот в общем-то Давно Так сказать В теме Мне кажется Что Это Делается Скорее Для Поддержания Внутриполитического Тонуса Как в одной Так и в другой Стороне И в общем-то Мне Очень жаль То что Именно Жители Карабаха Оказались В этой ситуации Крайними Вот понимаете Они как бы Заложники Вот этих Всех игр Геополитических Хотя Не по своей вине Мне кажется Что Несмотря на то Что продолжится Война нервов Надо поддерживаться На высоком Тонусе Алармизм Как У населения Армении Так и У населения Азербайджана Но Никто По крайней мере До начала Нового Политического Сезона Где-то В будущем Году Не будет Заниматься Раскачиванием Лодки В этом Регионе И в первую Очередь Скажем так Россия Которая Совершенно В этом Деле Не заинтересована Вот Но В любом Случае В любом Случае Будут Создаваться Такие Прецеденты В которых Россия Могла бы Так сказать Принять Участие Как Модератор Как Скажем Успокаиватель Там Всех Этих Страстей И В общем-то Самое Главное Чтоб В этой Ситуации Не Перетянуло Был Одеяло На себя Как Миротворец Как Скажем Сторона Которая Пытается Урегулировать Все Вот Эти Отношения Взаимной Выгоде Турция Потому Что Турция Что-то Мне Говори В общем-то Она Строит Тоже Там Свою Внутреннюю Стабильность Там Или Скажем Свой Драйв Политический На вот Попытках Там Скажем Воздействовать На Армению Помогать Азербайджану Ни в коем Случае Это надо Понимать И это Я просто Хочу сказать Что армяне Должны Это Совершенно Четко Себе Представлять Армянская Общественность Ни в коем Случае Не пытаясь Помочь Там Азербайджану Или там Конкретно Алиеву Там А решить Свои Великотюркские Проблемы Ну вот Так Вот Это Вот Создать Это Тут Великий Туран И демонстрировать Что в этом Направлении Работает Там Ардаган Там Или еще Кто-то Ну Маленькая Ремарка Которая Вам Сам Не Понравится Это Его Право Это Право Турецкой Суверенной Страны Выбирать Там Как Это Дело Делать Вот Коня Понятно Что это В общем-то Армянам Это все Армянской Стране Не нравится Справедливо Не нравится Вот И более того Там Значит Можно Как-то Реально На это дело Там Негативно Реагировать Строить Информационную Политику Пропагандистскую Политику На вот Этом Моменте И Ну Это Как бы Дальность Которую Там Наверное Никто Не сможет Прекратить Даже США Не могут Окрикнуть И сказать Особенно После того Как Конгресс США Признал Геноцидом Вот Эту Армянскую Резню 15-го Года Значит Это На что Турция Очень Обиделась Ну Вот Так Прекратить